добрый день друзья и другие вот это видео точно в копилку тех кто топит против квадробинга потому что здесь совместили вот эту моду с гейской тематикой ну как не представляет фури это что такое фури это получается ну у этого слова три понятия это фури как субкультура фури как человек который увлекается персонажами и фури это как персонаж что вы как субкультура делаете как субкультура это в основном про творчество то есть там люди занимаются рисованием либо что-то мастерят либо пишут там но это все на темы звериные до на темы зверей то есть вы выбираете себе какого-то персонажа или придумываете его кто-то выбирает кто-то придумывает то же самое с диснеем я своего персонажа косплея персонажа выдуманного или реального то нереального существующего где-то в произведении каком-то нет он придуман полностью вы себя не ассоциируете с ним нет у него имя есть доходе коди коди но вы понимаете что вы кристина да я думаю получается в костюме я могу отыгрывать персонажа но в реальности я как бы ну кристина есть кристина новое детское развлечение шокировало пользователей соцсетей на улицах столицы заметили детей прыгающих на четвереньках в звериных масках ну а потом выяснилось что такое поведение называется квадробика но пользуется у подрастающего поколения большой популярностью насколько это опасно для детского здоровья самое главное для детской психики анастасия тареева разбиралась ну и сами посмотрите сделайте вывод для себя что это для вас по звуку вой собак или волков на деле дети притворяющиеся зверями это квадробика новое увлечение зумеров они подражают животным их движением и повадкам как правило прыгают через препятствия или ползают на четвереньках но могут и укусить чем и взволновали общественность многие растут запада есть основания полагать что кто-то занимается режиссурой этого процесса и то как дети некоторые погружаются глубоко и не могут выйти из этого образа из этой роли это дает основание полагать что проблема существует и она намного глубже чем кажется там на первый взгляд то есть это может быть далеко не безобидная игра и вот где-то грани между детской шалостью между каким-то таким приятным времяпрепровождением и патологией когда уже выйти из дома без хвоста и без ушей ребенку достаточно сложно часто квадроберов путают с движением фури там люди тоже переодеваются только вымышленных персонажей антропоморфов федор власов или майвел в субкультуре уже 10 лет был джедаем эльфом а сейчас енот причем не для детского утренника а для себя фури это не про костюмы фури это про антропоморфов и творчество вокруг всего этого то есть пишем музыку про это пишем книги рассказы рисуем арты я например еще своего персонажа использую играю в роггруппе на сцене тоже выступаю собственно в этой голове ну правда не в таком пушистом костюме а именно крашу руки любой косплей это очень много эмоций то есть я гуляю меня видят люди они радуются они улыбаются они хотят сфоткаться безобидны эти увлечения или нет теперь разбирается научный институт рост детства общественность уверена это может влиять на психику я считаю просто дети и люди теряют индивидуальность свою одевая маски и не показывая себя такими какими они есть если бы мой ребенок так себя вел я бы объяснила донесла бы что скорее всего не нужно этого делать про костюмы я ничего не имею против если они имеют место быть условно на каких-то мероприятиях а в повседневной жизни я думаю навряд ли они могут существовать мне это не нравится и не все дети они значит когда видят это некоторые даже пугаются им страшно и даже некоторые ребятишки начинают плакать однако психологи говорят пока дети не проявляют агрессию повода для беспокойства нет они своей норме именно тренировочной не включают какую-то агрессию а больше включают именно акробатику шанс того что дети в этих движениях на данный момент опасны очень низкий для человека важно быть социальной единицей быть частью социального взаимодействия чувствовать себя ну в отношении видимо этого движения частью стаи сколько людей опять же входили в различные субкультуры в нулевых и кто из них остался в субкультурах на дистанции практически никто тем не менее если квадробер младше 16 лет укусил прохожего его могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних а котикам и собачкам постарше может грозить штраф до 1000 рублей или даже арест анастасия тареева сергей андрощук динара юсипова москва 24